Древо желание для меня это самая первая картина, это дебют, так сказать, и сыграть один из главных ролей для молодого актера, который тогда не был актером, а был студентом филологического факультета. И сыграть у такого мастера, как Тенгиза Буладзе, была большая честь. Ну, там был большой конкурс, выборный конкурс, так сказать, пробы, да, актерские пробы. Ну, когда мне сказали, что ты утвержден на ролл ШТ, для меня это было как, я не знаю, как снег на голову, жаркий летний день, жаркий летний день. Ну, я обрадовался, и начались съемки. Очень приятно было познакомиться с Ликой Кавжарадзе, с Соджачу Лиане и остальными, ну, уже большими мастерами грузинского кино. Ну, я сейчас, ну, Сопико Чаурелия, Отормев, Метоку Цесик, Ахи Кавжадзе, которые были тогда молодыми еще актерами, но очень популярными по всему Союзу. И вот общаться с ними в течение 7 месяцев для молодого актера, жить в одном гостинице вместе с ними, ну, там, я не знаю, в застолье, сидеть вместе за ними за столом и общаться. Вообще было приятно. И особенно было приятно, вот, когда первый раз человек, что-то познаешь, по-моему, и как пойдет вот этот твой первый день, первый фильм, по-моему, от этого зависит очень многое. И для меня вот таким примером был Тенгиз Евгеньевич, который был, во-первых, очень дисциплинированным человеком, и он просил и от себя, в первую очередь, и от актера. Я вот в другом фильме я не замечал, что режиссер первым садился в машину, и потом садилась группа, вся группа. И вот особенно мне, так, сейчас вспомнилась сцена, когда ШТ с кнутом в руке ломает все. Ну, мы снимали в деревне, где был старый дом. Павильон был в настоящем доме, там устроили, там декорации, там всякую утварь и все. И, ну, первый дубль мы отсняли, не получается ничего. Потом второй дубль, мы очень волновались, понимаете, такая сцена. И Тенгиз Евгеньевич сказал, что вот третий дубль, и если не получится, я не снимаю больше. Я не знаю, что со мной было. Там был вторым режиссером Геома Тарадзе, это мой дядя был, студент Тенгиза Абуладзе. И он сказал, все, он тебе поменяет, если ты так сейчас не поработаешь. Ну, я не знаю, я весь покраснел, по-моему, от стыда, от горя, я не знаю, что я все терял, понимаете. И это слово, что устроили детский сад мне здесь, особенно повлияло, по-моему, на меня. Я все поломал, я даже вот эту бедную птичку, которую запускали, да, кадр, я действительно, я отломал, я это самое, эскнутом голову. И так убедительно все это получилось, что, ну, все, отсняли, не надо больше говорить, Тенгиз Евгеньевич. И вот еще с Ликой, вот еще со-со, когда мы дрались, мы отсняли это, я не знаю, 10-минутную драку мы поставили, что-то с Хритлат заставил драки, ну, мы были весь в синяках, понимаете, мы тогда дрались. И этот фильм, ну, знаете, фильм «Какое дело?» 58 секунд зашло из этой драки. Ну, и когда мы отсняли вот это, тогда тоже был такой хвалебный, или Тенгиза, что молодцы, вот, вы уже как... И вот это, вот, как он работал с актером, и вот для нас была школа, по-моему, потому что не каждому довелось работать с ним. Я очень хорошо знал его, он очень мне помогал и в жизни. И вот, а вот туда мы называли, когда вот Лику вокруг селения, как изменницу мужа, что вот, таскают, да. Лика на осле сидела, и я рядом с ним. И она боялась, чтобы не упасть, и вот так, так держал меня за руку. И после каждой съемки она была весь, вся мокрая, понимаете. И я шоферу говорю, что ты поставь автобус чуть подальше, что я его могу подержать в руках и отнести. Ну, такие вещи мне запомнились, и вот эти отношения между старшим поколением, средним поколением и молодым поколением. Так что первая картина для меня была как-то так большим успехом. Пошла на экран, и я стал очень популярным, так понимаете, в Грузии. Ну, в принципе, вот это.